Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Nissan X-Travel 2001 года выпуска Двигатель 2 литра бензин Передний привод Коробка здесь автомат Пробег на автомобиле 197 тысяч километров Загудели подшипники генератора При том загудели очень громко Сейчас сниму генератор Отвезу его на переборку Чтобы заодно заменили Ребята и щеточный узел И проверили диодный мост Если надо, и диодный мост заменят Открываю капот Снимаю генератор И попутно мы еще заменим Ролик натяжного механизма Приводного ремня До генератора здесь подбираться удобно Не надо его ни снизу Нигде выпутывать, выкручивать Снимаю минусовую клемму С аккумулятора Сейчас подниму автомобиль Сниму переднее правое колесо Чтоб нам скинуть ремень Приводной Поднял автомобиль Снял правое колесо Снимаю две клипсы С этого пыльника И откручиваю два болта Головка на 10 Здесь в передней части Еще одна клипса И уже разбит Здесь просто саморез Все, пыльник снял Натяжной ролик Накидной ключ на 14 И ослабляем ремень Скидываем его С кондиционера Запоминаем, как он раскинуть Чтоб потом при установке не мучиться Здесь подшипник Кондиционера Мертвый А не ролик натяжной Заехала К мастерскую Сказали Надо ролик заменить Ладно Вскрою Посмотрю, что там Продолжение следует... По埋жislения Груст olive Копат «Парк» Продолжение следует... Для этого Компания Продолжение следует... Нетятą Непрогрев Сарбинь В принципе, должно легко сниматься. О, пошла. Все. Здесь стопор. Ну и попробую к съемникам подобраться. Поехали. Ну все, подтянул. Здесь у нас дело техники. Все. Надо новый подшипник заменим попутно. Хотя этого не планировалось. Здесь топора нет. Здесь он по кругу завальцован. Новый поставим. Также по кругу его немножко завальцуем. Сейчас опускаю автомобиль и откручиваем генератор. Откручиваем массу. Снизу гайка. Поехали. 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 Вот. А. stat鳳. Поехали. Поехали. Погохали. сразу кронстейн, крепление проводки, марсогенератор все равно на переборку, снимаем разъем и откручиваем плюсовой провод на генератор головка наверно на 12 когда крутим смотрим чтобы у нас болт не начал крутиться все, питание с генератора мы скинули, откручиваем болт на 14 и снизу у нас тоже болт на 14 обгонная муфта на генераторе конченная, заклиненная муфта на 15 мм как у нас бы да вроде бы должен выйти болт здесь надо снять проводку с кронштейна вот 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 Болт я вытащил, теперь снимаем генератор и вытаскиваем его наверх каким-то образом, а каким-то образом лучше всего наверное открутить два болта крепления этого кронштейна. Головка на 14. Удлиненную головку беру. И карданчик лучше взять. Шестигранная головка, карданчик и удлинитель. Она затянута очень крепко. Да, довольно таки затянута даже чересчур крепко. Головка на 14. Удлиненную головку беру. Головка на 14. Удлиненную головку беру. Головка на 14. Удлиненную головку беру. Головка. Головок на 15. Удлиненную головку беру. Головок. КОНЕЦ 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 Вот и всё, наш генератор легко выходит ничего не ломаем а вот угонная муфта она не работает она заклиненная гайка как видно у нас вытащена немножко закручиваем сюда болт молотком пару раз болт осадим сейчас молоток возьму для чего чтобы у нас при сборке нижняя часть вставала свободно сейчас покажу и уже спокойно болт наживем помпа нормальная еду отдаю генератор и заодно покупаю подшипник в кондиционер подшипник на 55 беру оправку на 58 внутренний диаметр и и и и и и и Все. Размер старого подшипника 55, 35 на 20. Новый подшипник заказал НТН, АЦБ 35, 55 на 20. Вон же коробка идет СНР. Номер быстрее всего. А он так идет, АЦБ 35, 55 на 20. Мерим 35, 55 на 20. Беру силиконовую смазку, смазываю подшипник и смазываю шкив. Подшипник на 55, а оправочку возьму на 54. Вороспородианин. Аб 쓱. Абinto. 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 Щелез. Абinto. Абinto. Белый. все подшипник сидит на месте сейчас берем и керном здесь его закерним все завальцевал подшипник уже не выскочит теперь тишина идем устанавливаем генератор тоже ребята перебрали заменили на был только один передний подшипник но раз полезли то и задний тоже заменили диодный мост нормальный щеточный узел заменили и заменили обгонную муфту теперь она вот работает нормально берем заводим на место гайку я здесь осадил самом начале света малыша свет добавлю смазываю резьбу на нижнем болтике завожу его на место закручиваем ставим кронштейн здесь резьба подорвана но я наверное сделаю болт из-под низу гайкой за контрагай отсюда болт вставлю посмотрел внимательно все дело здесь не в резьбе резьбе на болтике новый болтик взял нормально вкручивается на этом болтике резьбу сорвали и не что болтик заменить мучились гайку снизу подставляли так что ничего здесь изобретать не нужно закручиваю болты все кронштейн притянул смазываю верхний болт здесь немножко движется вкручиваем Насу накидываем в разъем питания. Смажу его нано-протеком, такие где напряжение большое лучше смазать, вытесняют влагу. И надеваем кабачок на место. Закрыли. Подтянул и перенштейн. Также здесь проводку защелкнем. Все, генератор у нас установлен. Теперь свешиваем ремень вниз. Все, ремень с генератора свесил. А теперь поднимаем, меняем ролик и ставим шкив кондиционера. Болт на 14, резьба обычная. Новый ролик фирмы Lynx PB5016. Надеваем направляющие и закручиваем болт. Дальше затянем его, когда натянем ремень. Ставлю шкив. Протираем втулочку. Смажу силиконом внутреннюю обойму. И… Все. И… Все, руками одел Берем стопорное кольцо Одеваем шлицедилы Закручиваем болт Затягиваем 9 нм Все Теперь раскидываем ремешок По ручейкам Вот схема расположения Приводного ремня Он у нас идет с генератора Через помпу На гидроусилитель И потом на натяжитель С натяжителя на коленвал и на кондиционер Так, ну вроде бы развел Беру ключ И натягиваю ролик вниз Заодно подтягиваем болт Шкива Натяжного То есть ролика натяжного Ну и все Здесь нам остается только перепроверить Чтоб у нас все стояло по ручейкам А у нас стоит все по ручейкам Ставим защиту Пластиковую Опускаем Заводим И проверяем Колесо установил Автомобиль Опустил Ставлю на носовую клемму Завожу Заводится плохо Автомобиль с газовым оборудованием То ли газ туфтит То ли давление в рампе пропадает Надо проверять Что-то связано с переключением газа Вот сейчас он переключился на газ И она устойчиво заработала Без газа Либо форсунки Либо давление В системе Что-то нормально не работает Но это уже на диагностику поедет Пусть проверят по газу И по давлению в рампе А шум подшипника Все, его нету Было замерение Такое сильное Ну все На этом Снятие установки генератора И попутно замена Подшипника кондиционера Я закончил Всего вам доброго